Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин ночью подскочил вверх, он достиг уровня 22400, и на самом деле мой ордер выбило по стопосу. Я потерял в этой сделке полторы тысячи долларов, но опять же, все это нормально для трейдинга. Вы не можете постоянно 100% торговать в плюс. Единственное, что нужно делать, это следить за своими рисками, не рисковать более чем двумя процентами от своего портфеля. Если у вас есть тысяча долларов, которые вы торгуете, то вам не следует заводить в риск больше чем 20 долларов. Подпишитесь на канал, где уже 76 тысяч подписчиков, поставьте лайк. Мы посмотрим сегодня на графики по биткоину, подумаем, что может произойти на рынке. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по биткоу. Откроем графики. Ну и что в целом можно сказать по рынку, рынок растет. И фондовый, и криптовалютный. Коинбейс плюс 11%. ТСМ плюс 6,7%. Тесла также растет плюс 5,5%. Но давайте переключимся на крипту. Ну и мы видим хороший рост на биткоине. Если вы смотрели мои вчерашние видео, то вы знаете, что я выражал большое беспокойство по поводу медвежьего флага. Вот этот флаг, который я имею в виду. И если бы мы вышли из него вниз, то мы могли бы лететь на 12 тысяч долларов. Но пока что мы удержались. Это очень хорошая новость для тех, кто ожидает роста на биткоине. Причем биткоин вышел из вот этого треугольника довольно уверенно. Мы можем измерить расстояние, на которое потенциально пройдет биткоин. И здесь уровень может быть примерно 25,5 тысяч долларов. Это очень хорошо. Давайте перейдем на недельный таймфрейм. Посмотрим на индикаторы. RSI в зоне перепродности разворачивается вверх. Посмотрим на дневном. На дневном RSI в средней зоне. Криптогуру-бот все еще дает сигнал на продажу. Биткоин сейчас растет, но вы видите, что уже произошел небольшой откат. Он выходил на уровень 22 400 долларов. И затем откатился немного вниз. RSI в средней зоне разворачивается вверх. Стохастик в зоне перекупленности разворачивается вниз. Сквиз-моментум переходит в зеленую зону. Давайте проверим на недельном таймфрейме. Стохастик в зоне перепродности разворачивается вверх. А на дневном стохастик в зоне перекупленности. На четырехчасовом тоже в зоне перекупленности. Поэтому, мне кажется, сейчас будет коррекция на битке. Надеюсь, слишком низко мы не уйдем. Ну, максимум на 21 200... Нет, 21 000 долларов. Давайте посмотрим, что RSI говорит на четырехчасовом. RSI также в зоне перекупленности разворачивается вниз. Посмотрим на ленту скользящих средних. Биткоин находится над лентой. И сама лента разворачивается вверх. Это очень хорошо. Хороший знак. Криптогуру бот на четырехчасовом дал сигнал на покупку. Посмотрим теперь на часовой график. RSI находится в зоне перекупленности. Разворачивается вниз. Не знаю, сложно, конечно, сказать, что сейчас будет происходить с биткоином в ближайшее время. Но если заходить в лонг, то, наверное, все-таки после коррекции. Вот с уровня 20 950 долларов примерно. Посмотрим давайте на 15-ти минутку. RSI находится в средней зоне, направляется вниз. Стохастик в зоне перепроданности разворачивается вверх. Да, но RSI в средней зоне и направляется вниз. Да, не знаю, противоречивая, конечно, информация. На некоторых таймфреймах индикатор в зоне перекупленности, на некоторых в зоне перепроданности. На дневном вот стохастик в зоне перекупленности. На четырехчасовом тоже в зоне перекупленности. Не знаю, возможно, в краткосрочной перспективе имеет смысл залететь в шорт сейчас на битке. Но на 15 минутке индикатор в зоне перепроданности. Но тем не менее, я бы сейчас между лонгом и шортом выбирал шорт, хотя вчера, конечно, мой шорт был ликвидирован. Закрылся по стоп-лоссу. Поэтому если сейчас открываться, то с какой-то небольшой сделкой. Открыться можно было бы с текущих уровней, но с другой стороны биткоин уже пролетел вниз какое-то расстояние. Не знаю, подошел к уровню поддержки, от которой, по идее, можно было бы и в лонг уже заходить. Давайте посмотрим на часовой график снова. Ну, а есть еще уровень поддержки ниже, может, от этого уровня стоит заходить в лонг. Да, вот, наверное, с этого уровня 21200 можно было бы зайти в лонг, мне кажется. Поставить очень короткий стоп-лосс. Нет, вот чуть ниже еще цену входа поставить на 20960 долларов. Соответственно, и стоп-лосс тоже немного опустить. Теперь давайте подумаем, где тек-профит можно было бы поставить. Я думаю, что вот здесь, на 23680 долларов. Таким образом, соотношение риск-прибыль получается 627, а риск 436 долларов. Потенциальная прибыль может составить 2734 доллара. Вот такую сделочку можно было бы открыть сейчас на биткоине. Если вы хотите таковать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4450 долларов. Если зарегистрируетесь, начнете торговать и заведеть на бирже биткоин. Без этой ссылки ваш бонус за регистрацию составит всего 400 долларов. Сейчас на аккаунте у меня 169 300 долларов. Вчера на сделке я потерял на самом деле 1500 баксов. Здесь у меня на споте 2.22 биткоина на общую сумму 48 300 баксов. Так что в каком-то смысле у меня произошла компенсация, потому что биткоин сейчас подрос. И сейчас я хочу разместить ордер на споте на покупку биткоина. Цена покупки будет 20 953 доллара. Объем сделки 1 биток. Подтверждаем. И этот ордер размещен. Покупка одного биткоина по цене 20 953 доллара. И также я хочу открыть ордер в лонг на биткоине. Заведу эту сделку 500 долларов. Здесь у меня стоит 20 плечо. Давайте установим цену входа в эту сделку. Сколько она там будет у нас? 20 962 доллара. И теперь поставим тейк профит и стоп лосс. Тейк профит на уровне 23 685 долларов. И стоп лосс ставим на 20 500 долларов. Да, вроде бы все верно. Риск таким образом получается 220 долларов, а потенциальная прибыль может составить 1299 долларов. Подтверждаем. И этот ордер также размещен. Все, с биткоином вроде бы пока что разобрались. Давайте посмотрим теперь на эфириум. Посмотрим масштабно. Откроем сразу недельный таймфрейм. Стохастик в зоне перепродности сейчас. На дневном, тем не менее, стахастик в зоне перекупленности. А это уже не очень хорошо. Довольно небольшой рост был на эфире, а индикатор уже в зоне перекупленности. Не знаю, но я вижу здесь формацию W. И если эфир сможет пробить линию шеи, то он ретит на 1500 долларов. Но, тем не менее, надо не забывать, что индикатор в зоне перекупленности сейчас. Но на часовом стахастик направляется вниз, к зоне перепродности. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем заходить в лонг, я думаю. Ресайт также находится в зоне перекупленности на четырехчасовом таймфрейме. Да, мне кажется, будет коррекция на эфире. Но если эфир удержится на текущем уровне, то он может пробить линию шеи и пройти выше на 1500 долларов. Но если он оттолкнется, то, скорее всего, пойдет на уровень поддержки на 1157 долларов. Это то, что я вижу на четырехчасовом графике. Но, на мой взгляд, сейчас будет небольшая коррекция на эфире все-таки. Куда мы отскочим сейчас? Я думаю, что вот примерно сюда, на 1190 долларов. Поэтому с текущих уровней, наверное, все-таки имеет смысл заходить в шорт на эфире. Стоп-лосс поставить чуть выше, над сопротивлением. И теперь разберемся с тейк-профитом. Да, небольшая такая сделка получается. Не очень хорошее соотношение риск-прибыль 1.45. Надо что-то отрегулировать. Давайте перейдем на 15-ти минутку, уточнимся там. Здесь RSI направляется вниз, к зоне перепроданности. Да, я бы все-таки заходил в шорт на эфире. Вот так если оставить, то соотношение риск-прибыль получается 2.18. Прибыль по этой сделке может составить 3.88%, но если с десятым плечом торговать 138%. Вот так я бы поступил, наверное, зашел бы сейчас в шорт на эфире, но затем переобулся бы в лонг на нижних уровнях. Давайте посмотрим теперь на общую капитализацию рынка. Мы приближаемся к 1 триллиону долларов. На недельном таймфрейме индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Стохастик также в зоне перепроданности. Давайте посмотрим на дневном. Здесь стохастик в зоне перекупленности, но еще направляется вверх. Но я думаю, что здесь можно прогнозировать рост, поэтому очень аккуратно им нужно быть сейчас на шортах. Посмотрим на четырехчасовом. Стохастик в зоне перекупленности разворачивается вниз, поэтому можно ожидать небольшую коррекцию в ближайшее время. Мы сейчас смотрим на общую капитализацию рынка всех криптовалют. Не знаю, я бы прямо сейчас не покупал никакие альткоины до тех пор, пока не дождался бы коррекции на индикаторах на четырехчасовом и на дневном таймфрейме. Они сейчас в зоне перекупленности. Но на 15-ти минутке индикатор в зоне перепроданности... Да, я думаю, что здесь мы все-таки увидим небольшую коррекцию, примерно к зоне 900 миллиардов долларов. Но если мы здесь удержимся, если будет отработан паттерн, вот этот WM, скорее всего, мы увидим сейчас небольшую коррекцию до 900 миллиардов долларов, затем отскок и поход вверх. Но, в принципе, и сейчас тоже мы можем выйти за линию шеи, поретестить ее и полететь выше. Но все-таки, я думаю, что сейчас произойдет коррекция, и мы пойдем ниже. И здесь, тем не менее, я вижу, что сформирован уже медвежий флаг, о нем тоже не нужно забывать. И та причина, по которой сейчас криптовалютный рынок растет, заключается в том, что фондовый рынок вчера тоже себя хорошо показал. Давайте посмотрим сейчас на NASDAQ. Здесь было хорошее движение, плюс 3%. Тоже сформировалось здесь WM. На дневном таймфрейме индикатор стахастик находится в зоне перекупленности. На четырехчасовом тоже в зоне перекупленности. И на часовом в зоне перекупленности. Поэтому здесь тоже можно сказать, что надо быть осторожным с покупкой акций на фондовом рынке, потому что, возможно, коррекция в ближайшее время. Давайте поищем сейчас уровень поддержки на NASDAQ. Я думаю, что это может быть вот здесь, на уровне 9894. То есть, таким образом можно сделать вывод, что здесь также нас может ожидать коррекция. И на этом уровне уже можно будет заходить в какие-то сделки. Почему? Потому что мы и так уже значительно откатились от максимума. Мне кажется, приближается то время, когда можно будет уже смело покупать акции. Ну и я думаю, что на сегодня на этом достаточно. Еще раз напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылочки. Вы можете зарегистрироваться на Бабит и получить бонус 4450 долларов. И, кстати говоря, ребят, очень важное предупреждение. Если кто-то вам пишет от моего имени где-то в личку, не верьте этому человеку. Кто-то просто меня копирует и пытается вас развести на бабки. Используйте только те официальные ссылки, которые есть на моих официальных ресурсах. Иначе вас могут скомануть. Вот эти ссылки, о которых я говорю в каждом своем видео, только они актуальны. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Я поделился своими мыслями по рынку. Подпишитесь на канал, где уже 76 тысяч подписчиков. Поставьте лайк. Обязательно подключайтесь к моему телеграм-каналу с торговыми идеями. И на следующей неделе мы там будем разыгрывать, кстати говоря, PlayStation 5. Возможно, именно вы выиграете. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс, Криптогуру. И увидимся завтра.